Ночь, которая была фатальной для многих. Люди до сих пор не могут прийти в себя. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Ирана арестовали по подозрению в причастности к теракту в мечети Шах-Черас. В городе Шерас 8 человек. Агентство Мизан со ссылкой на прокурора провинции Фарс сообщает, что все задержаны иностранные граждане. Главный прокурор иранской провинции Фарс Казем Мусави сообщил, что открывшись в стрельбу в мечети 13 августа, сразу был арестован и его доставили на допрос. В ходе допроса он представился как гражданин Таджикистана, добавил Мусави. Согласно предварительным данным, нападавший открыл огонь после того, как его остановили сотрудники службы безопасности на входе в мечеть. По данным властей, в результате нападения на мечеть Шах-Черах в Шеразе провинция Фарс, одну из пяти величайших шиитских святынь Ирана. Один человек погиб, восемь человек были ранены, в том числе двое работников храма и двое паломников. Прокурор провинции Фарс заявил, что состояние одного из раненых критическое. Государственное телевидение сообщило, что магазины в этом районе были закрыты, территория святилища была отцеплена силами безопасности. На видеозаписях, показанных по государственному телевидению, видно, как верующие в панике бегут искать своих родственников. Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение на святилище Шах-Черах, которое, по сообщению Государственного информационного агентства Ирна, было совершено террористами. Группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за предыдущее нападение на эту мечеть в октябре прошлого года, в результате которой погибли 15 человек. ИГИЛ ранее заявила о других нападениях в Иране, включая два смертоносных взрыва в 2017 году, целью которых были парламент Ирана и могила основателя Исламской республики Аяталы Рухалы Хамейни. Председатель парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаб 14 августа без упоминания стран и группировок заявил, что враги народа Ирана всегда угрожали безопасности страны и стремились помешать покою иранцев. Попытки нарушить безопасность Ирана участились, особенно последние дни, однако они не достигли своей цели из-за бдительности наших сил безопасности, добавил глава парламента. Власти провинции Фарс не исключают, что мотивом нападения на мечеть Шахчарах могла стать месть на казнь других террористов. В июле текущего года власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении 27 октября 2022 года. Мохаммед Арамиза Шариди и Наима Хашема Китали. Трое других фигурантов дела были приговорены к 5, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению к принадлежности к ИГИЛ. Иранские правозащитники назвали приговор революционного суда Ирана необоснованным, заявив, что задержанные оговорили себя под пытками. После первого нападения иранские власти несколько раз сообщили об аресте нападавших, отметив, что все они являются боевиками харассанской ячейки ИГИЛ. Основным фигурантом нападения, по официальным данным, был гражданин Таджикистана. Его действия координировал гражданин Азербайджана. Иранские СМИ тогда опубликовали фото паспортов нападавших. Так, согласно информации, имя одного из главных исполнителей этого нападения – Камрон Цухбон, 23-летний гражданин Таджикистана. Паспорт выдан 8 сентября 2017 года ОМВД города Гесар. Агентство Тосним сообщило, что Камрон Цухбон по прозвищу Абу Аиша скончался в больнице спустя несколько дней после нападения от ранений, полученных во время ареста. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, зачем они нападают на святыни и на население? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok